Субтитры сделал DimaTorzok Я просто очень включил прямой эфир. Все в детстве, и в молодости, и в зрелом возрасте хочу всем показать аэропорский спуск. Когда-то я занимался велогонкой, где-то мне было тогда 12-13 лет. Сейчас поселок Бакханово, раньше это был поселок Разино. Там, на студионе, мы занимались велогонкой. И вот этот аэропорский спуск, а в обратную сторону подъем. Его практически мы тогда не могли подняться. А велосипеды у нас были старые. Что-то вроде Тесна, Украина. Сейчас это называют 28-25. Так что, мы когда-то занимались велогонкой, и я уезжал на велосипеде с группы. Конечно, мы ехали аж до Загульбы. Или же когда-то звали Дикий пляж Бельгя. Санатоний Бельгя, вот там, где кардиологический. И вот этот страшный для нас был аэропортский ныне сейчас спуск к нашему бакинскому аэропорту, поселок Гина. Я сейчас до него не доехал, но сейчас будет спуск. Поэтому решил всем нашим друзьям, бакинцам и гостям нашего города, показать этот спуск. Успокойтесь. Так, привет, еще раз. Таска на вне, как то можно. Упакованы. Знаки освещения, все на вне. Так что, это путешествие небольшое. Как будто наедущий не знаю, но наеду дает. Сколько хватит зарядки, сколько хватит, наверное, это не знаю. Но, по крайней мере, я дровался не только прямой эфир, чтобы вы увидели, что наши велосипедисты спускаться легко и даже комфортно подниматься. Я скажу вам, кстати, ветер в лицо, а подниматься может быть легче. Но у меня более, как сказать, назвал. Приведигрованная гонка, милая гонка. Я еду до точки назначения. А обратно я тут возвращаюсь на машине. И мой велосипед со мной. Солота река! С левой стороны, это у нас огромный зал торжеств, или же зал торжеств БУТА. Все, наверное, знают, что я такратно говорила про символ БУТА. Вот он у нас начается. Что это у нас значит. Вот пошел этот наш аэропорт. Спустя, друзья, дорогие, чего так иди сделаешь для своих подписчиков? Конечно, я шучу. Я и как все мы матрамаджанцы, покинцы, независимо от национальности, мы все дружелюбные, гостеприимные и всегда рады гостям. Поэтому так это происходит для меня. Для меня всем, что... Вот он этот аэропортский автомобиль безвкусный. Для тех, кто не знает, аэропорт такой, 16 километров от города Банкуа, от центра. Ну, парад, мы не знаем. Красавец, значит, аэропорт. В 2019 году он получил у нас 5 километров. Так что, вот так у нас Рустам Заян говорит, Филиппу. Какой интересный, пожалуй, посмотрите, он гоняет на велике. Хорошо знает это. Аэропорт. Хорошо. 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 Иначе мы точно не будем делать, потому что велосипеды там были очень-очень простые. Наловный скоростной велосипед, полночный. Это считалось очень хорошо. Это медокрось. Комасин. Это медицинский проспект, где я живу. Туда час дорожит. Видели бы вы, как я объезжал эти пробки. Все стоят в пробках по проспекту. На Кадемске я остановила. По всем другим площадкам. А мы на велосипеде спокойно приезжаем. А мы на велосипеде спокойно приезжаем. Здесь наш выставочный центр. Паку-экспро-центр. Пожалуйста, посмотрите. Прямо будет адеквата аэропорта. Все выставки, различные форумы. Многие здесь проходят. Ну что, дорогие друзья. До встречи в следующих эфирах. Завтра у нас, кстати, эфир с очень интересным человеком. Искандаром Нанимом. Усень Ли. Этот человек расскажет на прямом эфире, как можно в сорок с лишним лет начать совершенно новый бизнес. Как можно достичь успехов. И, конечно же, как можно побороть все финансовые и юридические проволочки, которые устроены были ему в этом бизнесе. в постановке этого бизнеса. У него гестфаус. И, конечно же, как он во время пандемии смог устояться, удержаться. Не знаю, как хотите это понимать. Посмотрим. Ладно, дорогие мои. Всего наилучшего. Пожелайте мне удачи. Вот я вам всех обнимаю и всем желаю удачи. И вот посмотрите, как красиво. Это наши труженики, которые облагораживают. наши окрестности Баку. Кстати, для информации скажу, что Абшаровский полуостров когда-то был загрязнен полностью нефтеотходами и нефтедобычей. В наше время и уже, может быть, уже с 2015 года, насколько я знаю, очищается все от всяких резервуаров, от различных отходов и облагораживается зон. Если у меня получится еще провести прямой эфир, я вам скажу оливковые рощи, потом рощи, где посажен вода или же миндаль. Ну все, ребята, до встречи. Если не выйду в эфир, значит, зарядки сделай, интернет пропал. Удачи всем, всего наилучшего. Всех вас обнимаю, люблю.